Получить ответ от президента смогли не только приглашенные в студии гости и те, кто позвонил по телефону горячей линии. Вопросы задавали и в ходе прямых включений. Один из них прозвучал и из Сочи. Он также косвенно касался Крыма. Ведь после присоединения полуострова государство субсидировало перелеты в новый регион. В связи с этим сочинцы поинтересовались, не останется ли созданная на курорте инфраструктура невостребованной, не уедут ли все туристы по дешевым билетам в Крым. В Крыму и в Сочи должны быть разные туристы, разные категории отдыхающих. В Крыму сегодня, имея в виду ту инфраструктуру, которая есть сегодня там, все-таки эта инфраструктура рассчитана на людей с небольшими доходами. И такие люди вряд ли могут себе позволить проживание в шикарных, замечательных гостиницах в Сочи. Мы должны будем обеспечить авиационные билеты для тех, кто решит отдохнуть в Крыму, на уровне 7,5 тысяч рублей туда и обратно, потому что добраться туда будет довольно сложно. И если не будет вот такой дешевой ценовой ниши, люди просто не поедут. А что я имею в виду? Через север по обычному маршруту добраться вряд ли. Представится возможным, имея в виду, что Украина закрывает движение поездов с севера Крымского полуострова. Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году продлилась 3 часа 56 минут. Это был не самый длинный разговор россиян с президентом. В прошлом году вопросы жители страны задавали почти 5 часов.